И в следующем году власти республики планируют продолжить работу по программе приобретения вездеходной техники для нужд районов. Подробнее расскажет Виталий Абрамов. Четыре киржака с колесной формулой 6х6, предназначенные для перевозки людей и грузов в условиях бездорожья, отправятся в Алайховский, Среднеколымский, Устьянский и Верхневилюйские улусы республики. Данная техника доставляется в рамках программы развития территории Арктики. Всего с 2009 года для нужд северных и арктических районов приобретено уже 66 вездеходов. Кроме того, также реализуется программа по приобретению речного пассажирского транспорта. Конечно, в первую очередь уделяем большое внимание населенным пунктам арктических северных районов. И с 2014 года основное, конечно, внимание уделяется арктическим районам. Техника специально доработана для наших условий. Вместо иностранного дизеля установлен простой коабираторный движок УАЗа, усиленный по теплоотдаче радиатор и более мощный генератор, а также мосты от МТЗ-82. Все это для большей ремонтопригодности в отдаленных районах. Шины сверхнизкого давления, но они, в принципе, при наших ниже минус 35-40 практически не работают. И поэтому они комплектуются оборудованием, которое позволяет вместо этих колес ставить обыкновенные традиционные колеса автомобилей Урал. Тогда он подъем чуть меньше, уже, но ниже минус 40, он уже там может спокойно ездить. Вот одна как бы серьезная доработка, которая возникла. Ну и владельцы искренне рады. Снега была доходом и говорят, что без дела они не будут стоять. Необходимость в нем очень большая. Очень большая. Люди не могут выехать. У нас даже в районе есть шутка. Роженица приезжает родить депутатский и обратно попадает домой, когда ребенок ходить начинает. Это никуда не годится. Да, сейчас, думаю, с этой техникой хотя бы до того, как ходить начал будет дома. У нас почти 40 километров бездорожья вообще нет. Поэтому вот мы вот уже давно насчет бездохотной техники стоял этот вопрос. Для перевозки людей и вот для обеспечения продуктами наследия. В 2016 году на программу приобретения вездеходной техники для нужд северных и арктических районов было предусмотрено порядка 25 миллионов рублей. До конца года планируется передать еще три таких машины. Виталий Абрамов, Владимир Попов, НВК Саха, Якутс.